Введенные в феврале 2022 года санкции парализовали возможность применения западных т-клеточных технологий в России. В результате одномоментно безжизненно необходимой терапии остались сотни тысяч смертельно больных онкопациентов. В связи с этим стали востребованы проекты, связанные с разработкой отечественных картопрепаратов и оборудования для их производства. Несколько лет назад с зарубежным инвестором израильской биотехнологической компании идея возникла одновременно у нас и у них. У них была задача создать биореактор для клинического получения карта клеток. Я отдельно скажу о том, что это такое. У нас были компетенции в этой области. Мы нашли друг друга и совместно начали этот проект. Они вложились финансово, мы вложились нашими мозгами. Мы довели этот проект до создания работающего прототипа. Картоклеточная терапия – это метод лечения, основанный на использовании собственных клеток пациента. Т-лимфоциты извлекаются из организма пациента с помощью афереза – технологии, которая позволяет разделить кровь на компоненты и получить определенное количество лимфоцитов. Затем проводится их модификация, чтобы они могли распознать и атаковать опухолевые клетки, и они вводятся обратно в организм пациента. В нашем случае это платформенное решение, то есть это создание как самого карте-клеточного препарата, так и оборудование для его производства. Таких решений в мире довольно мало. В нашей стране их нет вообще ни одного. Работа по созданию необходимого препарата и оборудование проводилась в течение двух лет большой команды ученых, инженеров, дизайнеров и других сотрудников Казанского федерального университета. На каждом этапе проводилось биологическое испытание полученного оборудования, то есть мы тестировали его с реальными клетками. Более того, данный прототип успешно прошел испытание в Израиле на площадке биотехнологической компании, которая была партнером на тот момент. То есть это такая комплексная междисциплинарная работа. Данное устройство существенно превышает по эффективности стандартные лабораторные подходы. В настоящее время метод карте-терапии в России клинически применяется лишь в единичных онкологических центрах страны. То есть за счет комплексного нагрева, подачи газов, контроля за тем, что происходит внутри биореактора, мы можем получить оптимизированные условия, которые позволяют клеткам расти более эффективно. И таким образом мы можем получить наш клеточный препарат, мы можем наработать в гораздо более сжатые сроки и в гораздо большем количестве, чем обычно это происходит в лабораторных условиях. На сегодняшний день по данному проекту ученые Казанского федерального университета создали картоклеточные препараты для терапии солидных опухолей, разработали первый отечественный биореактор для производства высокоэффективной иммунотерапии онкозаболеваний, а также промышленную технологию производства картоклеточных препаратов. В дальнейшем планируется разработка следующего прототипа большего размера. В нем будет нарабатываться клеточный продукт, который вводится в кровь онкобольному. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.